Сегодня у нас 3 ноября 2021 года, среда дневниковая, ну и о разном. Я записываю это видео, скорее всего, чтобы согреться и немножечко, так сказать, отвлечься от вот этой мерзкой погоды. Дождь будет идти три дня, вот так вот с перерывами, ну он уже идет три дня, два-три дня. Трудно поверить, что еще где-то несколько дней назад я загорал на солнце, хотя немного, но минут 15, 20, 30, но загорал. Ну а сейчас вот началось то мерзкое время, когда все время сыро. Здесь такой климат в пойме Рейна, что здесь все время парит и постоянно дожди. Поэтому очень сыро, очень много плесени, грибков. Кстати, я, кажется, заболел, что-то у меня здесь в легких так свербит. Года два назад я, кажется, переболел два раза коронавирусом. Наверное, пора уже заразиться новым штаммом. Тот парень, который из Аксен Солидерите мне заряжал, заряжает батарею, он куда-то пропал, он вчера должен был прийти. Вчера, да, вчера и сегодня вот, или сегодня. Ну, в общем, пропал он. Вот он без маски все время, все время. Причем они все без маски. Приходят ко мне сюда без маски. Ну, а ведь даже привитые разносят вирус. То есть это без разницы. Ну, да ладно. Конечно, настроение такое гнетущее у меня. Так и не смог я за где-то за месяц заказать из России палатку с печкой. Потому что почему-то больше нигде они не производятся. Может быть, где-то производятся, но я не знаю. Или в США, например, слишком далеко. Ну, вот в Евросоюзе я не нашел, просто не нашел нормальной палатки в рост человека. Полусфера самостоящая. То есть ей не нужны без ветра, ей не нужны никакие стяжки эти. И вот с печкой для нее. То есть нормальная плотная ткань. Нормальная там фурнитура вся, каркас. Все как бы классическое. А здесь в Евросоюзе оно продает какое-то все палатки выходного дня. Даже если они большие, там на всю семью, в рост человека, то это одностенные палатки. Не двухстенные для зимы. Одностенные. Ну, для зимы и двухстенные идут, но с мембраной, специальной тканью. А если одностенная, если двустенная, то там внутренняя палатка будет сухая. Вот в этом смысл. И здесь вот оно все такое какое-то воздушное. Такое светлых тонов, цветастое. Какое-то оно для развлечения. Не для суровой, кстати, необходимости жизни выживать. В России производятся именно такие палатки. Это Берег, Алтай, палатки. Возможно, еще какие-то производятся. Но вот эти две фирмы, они примерно одинаковые палатки производят. Конкурирующие фирмы, наверное. Примерно одинаковой цены. Хоть Алтай и говорит, что у него дешевле, в итоге у него получается такая же цена. Вот. Они хитрят, как они... Если им заказывать, то дешевле. Предзаказ такой. А если покупать готовое, то уже дороже, потому что они туда накидывают, что-то там накидывают. Ну, в общем... Да, я пытался купить у Алтая. Я уже с ними списался. Я уже говорю, давайте предзаказ сделаем. Для того, чтобы выяснить все вопросы. Я начал пытаться выяснять вопросы. Ну, например, возможность разделить посылку на две. Потому что из России в Евросоюз больше 30 килограмм обычная почта не пересылает. И вообще крупногабаритные посылки, они дороже. Так как все равно их будет две. Печка и палатка. Ну, можно и в одно это все скомпоновать. Но это вообще большая цена будет. Вот на две поделить, это даже дешевле может выйти. Для почты России, например. И я начал выяснять. Они мне потребовали телефон, адрес... То есть они отказались во Францию пересылать напрямую. И сказали в Россию. Ну, в Россию дайте мне... Сказали телефон, адрес человека, который примет. Я дал. И что, они ему позвонили, они ему прислали счета. Я пытался дальше продолжать диалог, но меня не хотели слушать. Счета, оплатите. Какой-то договор такой длинный, ужасно длинный. Я не знаю, как его прочитать на моем экране. Очень мелкие буквы, PDF этот. Зачем мне этот нафиг договор... Вообще, два мира. Вот Россия. И... Ну, не два мира, и, конечно, многополярный мир. Но взять Россию, допустим, Евросоюз или Америку. Да, какие тут нафиг договора? Тут берешь и просто заказываешь. Берешь и просто оплачиваешь, и просто заказываешь. И все, ничего. Достаточно, как бы... Достаточно каких-то там... Минимальных вещей, чтобы все было гарантировано. В России какие-то договора. Причем без гарантии. Гарантий никакой нет у меня. Да, договор есть. Ну, как я отсюда получу гарантию доставки? Когда я их спрашиваю, давайте-ка мы сейчас возьмем какую-то там третью организацию, которая будет гарантировать по получению мной заказа. То есть, ну, как везде принято. Вот Алиэкспресс, например. Гарантийный посредник между нами и всеми этими тысячами продавцов. Авито, например. Лебон Куан во Франции. Ол Икс там в Польше, Украине, там где-то еще. И так далее. То есть, это нормально, когда есть какой-то посредник, который берет на себя функцию просто гарантии. Как может продавец быть и гарантом, и продавцом? Не может, потому что он заинтересованное лицо. Короче. Я так пытался, пытался, и у меня ни с Берегом не получилось, ни с Алтаем не получилось. Они какие-то дуболомы. Вот деньги дай, а все остальное их не волнует. Какой нафиг, о каком сервисе там вообще идет речь? А таможенные сборы до 30%, если ввозятся в Россию. Это вообще что-то непонятное. Ну, для вывоза въезд там другое. Там по килограмму. А в Россию от стоимости 30%? Это вообще... Ну, может быть, я не разобрался, но мне прислали именно эту цифру. Перевозчик, у которого я отдельно пытаюсь узнать, как мне доставить посылку. Там везем всем, по-моему. Вот есть фирма, которая производит свои палатки. Наверняка у нее пытаются заказать из-за рубежа, потому что у нее там есть какие-то позиции в каких-то магазинах на Алиэкспресс даже. Хотя они не доставляют из России через Алиэкспресс. Наверняка они сталкивались много раз. Почему бы вам не задуматься, а как это вот нам схему эту продумать доставки нашего товара за рубеж куда-то? Они этим не занимаются, в принципе. Ну, ладно. Обещали эту зиму теплую, теплую, что она будет, но не знаю. По мне так сейчас и... даже такая плюс 10 сейчас температура, это очень тяжело в целом. Ну, ноги мерзнут, например. Маме заказал валенки, она сейчас радуется. Я тут без валенок в носках. Вообще, нужно, конечно, нужно утепляться. Ну, у меня со времен моих походов зимних принцип такой. Не утепляться, а наоборот, раздеваться, когда жарко. То есть, изначально надевать на себя как можно больше одежды. Когда ты чувствуешь, что ты начинаешь потеть, вот это начинает немножко снимать. Как чувствуешь, что немного опять что-то зябко, опять охлобучишь на себя как можно больше одежды. И так далее. Проблемы с почечной недостаточностью, с обменом веществ. Пытаюсь я с этим бороться. А как я могу бороться, если я не медик? Вот сейчас съел яблоко, и мне очень плохо. Больно. Не знаю, почему от одного яблока может быть так плохо. Ну, в яблоке есть сахара, возможно, поджелудочную мне там барахлит. Не знаю. Здесь обследования никакого в лесу я пройти не могу. И это известно всем здесь во Франции. Вообще, жить человеку в лесу без возможности самостоятельно покинуть свое место, это опасно. И как называть этих гаденышей местных, которые делают вид, что все нормально, что я по своей воле тут живу? Я даже не знаю. Я сейчас пишу уже третий день письмо в консей департаменталь. Я совершил ошибку, когда я думал, что этот совет, он как бы местный. Вот мадам Яя, которая пыталась мне угрожать, что лишит меня пособия, если я к ней не приду на прием. А я, как я могу прийти в любой день? И мне надо найти сначала кого-то, чтобы лагерь посторожил. Я думал, что то здание, где она сидит, это вот местный совет. На самом деле, это никакой не местный совет, это просто как бы филиал. У них совет вот этого всего региона, областной. А это везде его филиалы стоят с простыми, обычными работниками. Там никаких, ну, может быть, там и сидят какие-то... В совете вообще у них много людей. Там что-то большой совет. Ну, в общем, я написал по месту сюда, но они мне ответили на мое письмо, и мадам Яй это проигнорировал вообще, это письмо. И я так понял, что нужно писать вот в сам совет, в центральный, так сказать, совет, чтобы они, ну, по крайней мере, ответственность на них переложить. И когда я начал писать это письмо и по шагам смотреть, что же делала эта мадам Яй, я ужаснулся, потому что я многого уже забыл. Когда я потерял способность ходить в декабре прошлого года, и я пытался и меня обмануло, обнул госпиталь, он просто госпиталь меня госпитализировал, а потом обратно в лес отвез и бросил просто меня здесь. У меня до этого была за год назначена операция, больше, чем за год, на левом колене, а я попал с правым коленом, то есть оба колена мои были уже в плачевном состоянии. Меня выкинули в этот в лес, обратно отвезли и бросили просто. Я пытался, я писал тут везде, все мы в ЕСПЧ, куда только я ни писал, приходили тут из СИАО, и все они пытались, которые приходили, как сказать, сделать так, чтобы казалось, что как бы я от всего отказываюсь, мне все предлагают, а я только от всего отказываюсь, хотя мне ничего не предлагали конкретного. Какие-то намеки, что-то такое. СИАО, например, говорило, вот жилье, хотите мы вам жилье? Я говорю, какое жилье? Ну вот такое жилье. Я говорю, а там вы гарантируете тишину? Нет, не гарантирую. Мне говорят, ну о чем-то говорить. И они потом как бы представили так, что я отказался, от чего мне не было предложено, ничего конкретного. Варианта никакого не было конкретного. От чего отказываться? И вот мадам Яя встала в тупик, я должен был к ней прийти, подписать контракт по интеграции. Какая нахрен интеграция, если вы меня держите здесь в лесу? Я один не могу выбраться из этого леса. У меня не хватало раньше документов. У меня начисто не было года два-три денег, не было на жилье просто. Вы меня лишали на 14 месяцев пособия и так далее. А сейчас я потерял способность сам пойти куда-то из этого лагеря, потому что я не могу бросить мои вещи, а носить вещи нельзя. У меня есть три справки аж от врачей. И вот мадам Яя так озаботилась. По работе ей вроде как нужно, чтобы я пришел. И когда я к ней так и пришел первый раз, она пыталась обманом. Она у себя там на компьютере запустила подписывание документа от моего имени, то есть ввела мой телефон, мне пришла смска, и она меня спросила, какой там номер? Я сказал, извините, а о чем этот номер? Ну вы просто скажите, какой это номер. Я сказал, нет, нет, подождите. Я начал читать, это подписание договора. Я говорю, извините, но я же не подписываю, это же вы там что-то. То есть она пыталась обманом подписать договор вместо меня. Вообще, это чашкое преступление. Как адвокаты обманом захватили мое дело, подделали мою подпись и в суд подали от моего имени заявление. Я вообще с этим адвокатом даже не виделся, никогда не разговаривал. И она подала от моего имени заявление в суд, что мне пособия не нужны, что мне нравится жить в палатке. И когда я, когда все это вышло наружу, я прокурор написал в министерство юстиции, в суды, которые играют в функции прокуратуры тоже. Ничего, ничего, ничего. Мне просто никто не ответил. А если кто-то и ответил, то пада, так сказать, мадам Парчмент, моя стена между мной и всем другим миром, они просто не пропустили ко мне уведомления о вручении моих писем, как они не пропустили два уведомления в ЕСПЧ. Не дошло до меня. Хотя я знаю точно, что они дошли. Но у меня на руках нет именно документа. И почта мне не отдала. Я с ней восемь месяцев переписывался. То есть вот этот кошмар весь, когда эти все организации, соцработники, они действуют сообща. А в случае чего мне прилепят, хотели прилепить диагноз, это какой, блин, паранойя, психоз параноидальный. То есть что, как бы это все я накручиваю и придумаю. Вот, вот документы, вот адвокат от моего имени с поддельной подписью моей. То есть подпись на настоящую, дату они переделали. Документ поддельный сам. Взяли с другого документа, листик, дату переделали и подали. Я не подписывал этот документ. Я вообще этот документ не видал. И от моего имени написали, что я люблю жить якобы в палатке. Ну, а кому это сейчас я говорю? Ладно, это я пытаюсь, чтобы мне кто-то прокомментировал. Как это так? Так не может быть. Надо куда-то обращаться там. А куда? Куда обращаться, если они все? Абсолютно все. Как это, недавно мне один написал в мессенджере. Там Александр, говорят, что вы... Да, я ему до этого послал ссылку на свое видео о том, как я получил статус беженца в суде с НДА. У меня само видео с заголовком с НДА. Суд по правам беженца. Где я и получил статус. И он мне такое пишет. Александр, говорят, что вы получили статус через ЕСПЧ. Дорогой человек, я тебе только что пос... Ну, как только что, в смысле, до этого посылал видео, где я рассказываю, как я ездил и получил статус беженца. Ты не удосужился посмотреть. Ты даже заголовок видео не прочитал, где я все это получал. Это бесполезно. Этим этим людям бесполезно что-либо объяснять, что-либо рассказывать. Они, у них барьер пять минут, даже меньше. Тик-токовские, минутка. Вот они одну минуту могут только напрячься. Если ты за минуту не успел им рассказать, они отваливаются, все, они не могут. Они идут дальше. Где минутка, там они застревают. Они там везде на тик-токе, там, ну так далее. В общем, на клубничке всякой, вот они там все. Ну, в общем, когда я начал писать это письмо, я ужаснулся, потому что мадам Яя без моего ведома звонила доктору, психиатру Карагати, который мне дал диагноз мисофония. И не нашел у меня никаких психических болезней. Она обращала, она решила, как мне помочь. Она подговаривала его, я думаю, что не без участия, не без участия мадам Парчмент, которая три года уже, как бы, три с половиной меня тут это самое подавляет. Она договаривалась с доктором Карагатой, как бы, меня принудительно в психушку отправить, чтобы, как бы, чтобы, вот у нее, вот, эта проблема исчезла. Вот я не приходил, я не могу прийти к ней подписать договор, а с нее требуют. А как же, блин, как же решить эту проблему? А вот психушку ссунуть, а там уже, как бы, уже это, на них будет ответственность. Уже, то есть, другая пойдет, там, схема какая-то. То есть, она уже будет неответственна. Потом, когда, таки, я поехал, меня отвезли к доктору Дамброзио, СИАО ко мне прислали двух баб, которые заставляли меня, мы, говорит, не понесем ваш рюкзак, он слишком тяжелый. Я говорю, так елки, вы для чего приехали? Вы же приехали меня отвезти, потому что я не могу его поднять. А зачем вы пришли в лагерь и говорили, вон там машина стоит, волоки сам свой рюкзак? В итоге, они сами понесли, но они, видимо, как сказать, ну, я не знаю, какие у них там мысли и вообще, что они там думают, но они трижды кидали его в грязь. А грязь была вот такая, 3-4 сантиметра. Грязь была, хлюпала аж прям. Прямо в грязь, расплошмя. Рюкзак, с которым я сплю бок о бок в палатке, потому что я с ним все время в обнимку. Если надевает он на себя, как, это не грязная вещь. В нем грязная только нижняя часть, вот такой небольшой участок, который ты ставишь на землю. Все. И я орал, как от боли, там они, естественно, может быть, они меня провоцировали. Может быть, они там потом где-то докладывали, что он, что я как бы оскорблял. Я их не оскорблял. Просто я на них орал, что вы делаете, когда вот в тот момент. И не мог сдержаться, как это так, что они не понимают, что нельзя в грязь бросать плашмя рюкзак. Потом они меня привезли к этому доктору Дамброзию, который сразу отменил операцию по удалению кист мениска. Куда они денутся, эти кисты? Они-то и разрушают мое колено. А почему он отменил? И он назначил уколу гиалуроновой кислоты в оба колена. Для чего? Чтобы хрящ набух и разодвинул кости, которые болят, потому что они друг от друга уже цепляют. Хрящ раздавлен. Этот хрящ набухнет, потеряв свою, как сказать, потеряв свою прочность. И что дальше будет? Дальше он просто совсем разрушится. То есть это путь к протезированию, путь к деньгам для них. А потом нельзя делать такие уколы каждые пять дней. А как я буду в лесу с этими проткнутыми коленями, то есть, возможно, инфекция попадет. Это что, ноги лишиться? Суставы лишиться? Или что? Или как? Ну, он согласился. Да, блин. Да, вот пока вы в лесу. Да. Гарантии нету, что не будет какого-то заражения. Гарантии дать не можем. Вот. А потом ведь сама гиалуроновая кислота, она бывает, сустав, от нее набухает неравномерно. Идет в кривь, в кость набухание. И вообще ее деформация, как бы, мениска, окончательная. То есть ее не назначают тогда, когда ее назначают только в комплексе, когда у человека есть режим дня, когда у нее специальная кинестезия, занятия специальные физические, там, бассейн, там, что-то еще, питание специальное. То есть он постоянно под наблюдением. Он согласился, да, мы с ним по-английски разговаривали. И вот мадам Яя, когда я к ней такие пришел, когда я к ней и, по-моему, переписывался уже с ней, когда я к ней уже не приходил, я с ней переписывался, она мне говорит, я ей говорю, что я не могу ходить. Я не могу говорить по-французски. Она мне пишет, а у меня другая информация. А, нет, когда я к ней пришел, видимо, да, после этого, да, пришел все-таки я к ней после этого, она мне говорит другая информация. Какая такая другая информация? От кого другая информация? Да, я пытался с этим доктором говорить по-французски. Если я говорю французски, с этим доктором, да, я могу там сейчас, тем более, я чуть-чуть подучил. И тогда я какие-то фразы заучил, я мог какие-то фразы выдавать. Но это не значит, что с одной можно на сложные темы, тему подписания договора, разговаривать. Там специальные слова, я их не знаю, мне надо переводить. И потом, откуда информация, что я могу ходить, и откуда информация, что я отказался от какого-то там лечения. Сам врач согласился, что да, не рекомендуется. Но, говорит, больше сделать ничего не могу, что тоже вранье, потому что надо было мне назначить хондропротекторы, которые надо было мне еще назначить года два с половиной назад. Тут преступление на преступлении, и преступлением погоняет. Причем они все вместе его делают. С прокуратурой, с префектурой, все, все, абсолютно все. Я не знаю ни одной силы во Франции, которая бы сказала, что все это преступление, и все это надо на всех наказать, и разогнать эту всю, как бы, всю эту мелкую мразоту темную. Потому что все они пользуются тем, что беженцы не знают языка, что беженцы испуганные, что они уже, как бы, их уже сломали морально, когда они сюда прибыли. Меня морально не сломали. Я со всеми говорил, как равноправный человек, и вот почему я в лесу, тоже почему. Кстати, я думаю, что эта система социального жилья, и все, кто, как бы, с ней связаны, там, социальные работники, они вперед своим дают, своим людям дают. Потому что, это такая темная система, что я ничего не знаю там. Есть жилье, поступает жилье, сколько кому раздают, вообще, черный ящик. И вот, мадам, я пытался обращаться к психиатру, и потом, после доктора, этого, мадам Брозе, она в договор включила пункт, что я обязан сделать хирургическую операцию. Какую операцию? Я сам о ней просил года два назад. И мне ее назначили, мне ее отменили из-за Офи, потому что Офи жилье не дала, а меня отказались оперировать, потому что я в лесу. Что тоже преступление со стороны медиков, они обязаны были взять на себя все это, и добиваться жилье, или там свое какое-то временное жилье. не работает механизм, шестереночки не работают, сломалось все, аморфное все. То есть, как сказать, анархия, одним словом, произвол. Законность, как видимость, здесь. И вот, вписал эту операцию, а какую операцию? Кроме уколов, никакой операции больше официально не осталось. А уколы сам врач признал, да, говорит, это опасно делать. И что? Я по договору обязан сделать эту операцию. Если я не сделаю операцию, они меня могут лишить пособия навсегда. Это для чего это включать такие вещи? Потом, где это видано вообще во всем мире, что в какой-либо договор включают односторонне, кстати, включают без обсуждения, без согласия, обязанность сделать какую-то медицинскую операцию кого-либо. А может быть, еще обязанность в какую-то веру вступить? Или обрезание сделать? Тоже операция, кстати. Ну что останавливаться? Можно дальше фантазировать. Пол сменить там? А почему бы нет? Франции нужны женщины, например. А вот... И, в общем, тут все уперлось в то, что этот консей департаментальный напрочь отказался со мной общаться письменно. Они отказались от меня письмо взять, я вынужден был посылать. Отказались на него отвечать. И, в общем, с мадам Яя с тех пор прервалась у меня связь. Все кончилось на том, что она мне прислала e-mail, в котором говорил, ну ладно, не надо заключать нам этот договор, обойдемся, пока не надо. Вот. И вот спустя больше, чем полгода она опять выскакивает со своим e-mail что-то вы пропали, там, как у вас дела. Ее, как у меня дела, зайди в мой твиттер и узнаешь, как у меня дела. У меня полно проблем, мне нужна помощь. На французском языке, кстати, я пишу в твиттере. Она английского не знает, это там мадам Яя. Ну и, в общем, выскочила она с электронной почтой. Почему? Потому что мадам Парчминт с ней контактировал. Вообще, мадам Парчминт с кем не законтактирует, так появляется репрессия. То есть, она как бы меня передает вот этим там каким-то людям, ну, по работе там. И они вместе с ней как бы принимают ее репрессии и тоже начинают их осуществлять. Или, например, Аксен Средеритэ, когда она пришла с этим парнем, с Гуйомом, который мне батареи заряжал. Ну, это парень такой, очень рослый такой, он как бы постоянно там волонтерствует, наверное. Он получал мою почту. И я так думаю, что она его склонила к тому, что якобы я такой нехороший человек, что я заставляю бедного Гуйома ходить, получать почту, когда я тут могу у местного жителя ее получать, всю почту. то есть такие люди, они знают, как как человека, так сказать, совратить. И вот этот Гуйом теперь надутый на меня и потом после того письма, которое я пытался через Аксен Средеритэ, эту благотворительную организацию, чтобы они мне принесли напечатанный текст, причем я им все время деньги давал, на эти деньги, пожалуйста, только сделайте то, что я прошу, купите то, что я прошу. Нет, мы благотворительные, приносят мне просроченный сыр, то есть делают, что хотят. Смысл в этой благотворительности, они что, боятся, что я скажу, что они у меня деньги брали? В этом нет никакого смысла. Вот у меня есть деньги, я вас прошу в качестве благотворительности сделать дело какое-то. Они отказываются и в итоге они мне именно ту благотворительность оказывают, которая мне вредит. В итоге я отравился от этого сыра, дня два-три болел, у меня почта недостаточно повысилась. То есть вот сегодня думал, сегодня такая ассоциация мне возникла. Что такое благотворительность? Это идет эквилибрист по канату. У него два таких апахала. Ну, в общем, два балансира в виде, не знаю, крыльев. Вот одно это белое такое, это благотворительность, а другое черное. И вот они вот так балансируют. Вот префектура выслала без суда и следствия так сказать 300 афганцев в Болгарию, а оттуда их вышлют в Афганистан, потому что нету соглашения с Евросоюзом, что они высылки. и что, это черное, а белое махнуло. Вот они тут подняли хай на эту префектуру все, вот они какие тут все белые префектуры успела из их рук взять этих беженцев, там, не дала им время на протестование, их арестовали, куда-то поместили, потом на самолет и выслали. А мы такие, мы тут им еду, мы тут все. А что вы мне тут еду хотите таскать три года, когда я в палатке живу? Вы пресеките беззаконие, которые есть, а вы не хотите его наоборот, вы не даете мне письмо, вы не печатаете мне письмо в мэрию, в котором я заявляю о этих беззакониях, а мэрия, кстати, тоже такой орган, который обязан присматривать за законностью и префектуры, и мэрии, все они. То есть, как это так, не подавляя в зародочи преступность, оказывать благотворительность о ее последствиях? Это что за такая благотворительность? Это просто одна система. эквилибрирования. Потому что нужен противовес, как в путинистской России, например, Эхо Москвы играет роль оппозиционного рупора там, на самом деле рупор Кремля. Тоже вот такой балансир. И вот, чем я больше погружаюсь в то, что здесь творится, тем просто ужас мной овладевает, потому что я же ведь вижу, я все вижу непосредственно, все эти факты, все эти сотни фактов, я же прожил это все, я просто вижу, как оно тут все взаимосвязано, как они все действуют. И если бы дать мне возможность судить, вот, единолично, вот, Франция дает мне право, вот, суди. вот, то, что ты встретил здесь во Франции, то, что пережил, судей этих людей, я бы лишил профессии человек 20-30 навсегда. Адвокатов, судей, соцработников, врачей, да больше, чем 20-30 человек, ну, не знаю, ну, 20-30 минимум. Плюс и остальных тоже, как бы, ну, хотя бы, хотя бы моральные какие-то выговоры, взыскания, объявления о поступках этих людей, чтобы оно было опубликовано. Но, к сожалению, обо мне никто не тут не узнает, их всех устраивает, что я тихий. Вот он тихо тут дохнет себе в лесу, значит, по своей воле. Если я выживу, если я здесь во Франции как бы от них, от всех отобьюсь и заживу нормальной жизнью, ну, то есть, когда, ну, как бы войду в колею, что буду работать, буду, не в смысле чух-чух, нет, не обязательно. Картины писать, там, лекции, ну, разная работа бывает, то, конечно же, я, скорее всего, взялся за такой большой труд описать это общество, местное. Потому что местное общество, оно, конечно, отличается от где-то там в других местах. В Тулузе, например, по-другому немного. У них там, наверное, меньше беженцев, больше возможности им помогать, и сам народ другой. То есть, ну, не такой годливый, как здесь, не такой. а здесь что-то уже очень такое, я бы сказал, какой-то надлом есть в этих альзасцах, какая-то ненависть есть к людям, какая-то, какое-то высокомерие ко всем другим чужакам. И что-то здесь подспудно, какая-то напряженность довольно-таки большая. Ну, скорая помощь не выехала на вызов человека, потому что по тембру они узнали, что он чернокожий. Там вот где-то во Франции, не помню, в каком городе, никто не принимал женщину с машиной скорой помощи, пока она там в ней не умерла. Никакой госпиталь не принимал. В один повезли, в другой, там в третий, ну, пока она не умерла. Ну, вот человек ходил здесь, в Трасбурге, стрелял в людей. А вы узнаете, почему он ходил, стрелял в людей? Нет, им не надо было этого узнавать, им надо было его уничтожить и потом о нем рассказать то, что им надо, а не то, что на самом деле. А может быть, причина какая-то была? А может быть, общество виноваты в этом? Что такие как бы, как бы искорки выскакивают, когда между молотом и наковальней людей перетирают просто. Это беззаконие, оно, я не думаю, что время с 1933 года, с 1933 года, кардинально прям таки изменилось. Да, тогда не было смартфонов, согласен. Да, тогда не было таких средств связи. Были люди другие, конечно, более таки к местам привязанные. Меньше знали иностранные языки, иностранные новости. Вообще, меньше информации было. но в общем, как бы, ничего не изменилось. Также бок о бок идут беззаконие и закон. Кто-то рядом может вообще жить по закону. И суды для него все правильно делают, и полиция реагирует, и все. Потому что он вот действительно интегрированный. А вот мы, такие как я, выкарабкаться не можем. Мне хотя бы из леса выкарабкаться. и я даже не чувствую надоспособность здесь вот просто даже язык учить или что-то делать вот из-за того, что температура понижается. И, кстати, мне в пятницу идти к стоматологу, а как я пойду? Потому что не придет этот человек, который попросил сторожить лагерь, его сторожить. Как, например, я пойду к врачу? Никак. Я просто здесь останусь. Потому что я не брошу свои вещи. И что потом? А потом меня этот врач уже не будет принимать. И что потом? Я потеряю коренной зуб. Не только коренной зуб, но и соседний, потому что это мост. Три зуба занимает место. У меня есть полное описание этого беззакония. У меня есть полная информация, у меня есть структура. Все. Но она так велика. Она недоступна людям. Они не смогли бы поверить даже в тотальность беззакония здесь. Это беззаконие начинается с малого. Когда людей приучают не писать им официальные письма на бумаге с подписью и не требовать официальных ответов. Когда им не возвращают уведомления о вручении их писем. С малого. Но это малое, это основы всего. Если из-под здания убрать фундамент, оно рушится. Все рушится из-за этого малого. Ладно, а где же дневниковая? Ну, что дневниковая? Засниму я лагерь. Уже который день идет дождь. Честно говоря, пока я чем-то занят, пишу тексты, учу язык, там вот видео записываю, я как бы отвлекаюсь от этого всего и как бы мир как бы отступает, как бы какая-то просто декорация. Как бы я не так затронут, но просто через дыхание, когда холодно, когда долго холодно, когда мерзну, когда болею, все это все равно меня достает. Так что сколько там времени? Часовые видео могу писать. А зачем буду писать часовые видео? Да, еще времени чуть-чуть есть. Кто будет это смотреть? Да, но у меня сейчас 100 гигабайт трафика 12 часов. Кстати, я маме часы заказал. Они скоро должны прийти. Вчера мама получила посылку три пижамы китайские, ну, костюм, пижама-брюки и брюки, по-моему, отдельно. И, в общем, все такое маленькое. Ну, как оно и... Какие были отзывы на сайтах на Алиэкспресс. Но я брал самые большие размеры и все равно маленькое на нее все. Ну, она не расстроилась. Ей приятно было то, что я это заказал, потому что пижамы по тысяче рублей, там один костюм полторы. Вот. Там пришло еще два разъемчика для джека три с половиной, которые сливают два в один. и что-то еще там блок питания какой-то USB 220 USB. А, и наушники пришли Bluetooth и обычные. Для нее. Вот. Ну, или отдаст там кому-нибудь соседу, подарит соседям, которые ей помогают или моему другу, который ей тоже помогает. Ну, в общем, вчера, конечно, я намучился с ней, потому что она никак не может привыкнуть, что надо же видео заснимать, как посылка открывается и как ты проверяешь там что-то. Она вот посылку покажет, причем не повернет ее нормально всеми сторонами. ну, ладно, покажет и потом раз так с поля зрения ее убирает, начинает где-то там открывать. Ну, то есть, ну, и так я не научу, что ты не убирай с поля зрения, потому что, ну, это уже не считается. Ну, да ладно. Сейчас придут вот эти вот часы. Заказал ей планшет MatePad T10C. Хороший планшет для Skype. Но отменили посылку. в последний момент. Не дешево я его заказал, но еще буду другой какой-нибудь искать. Что у нее зрение падает, экран ей маленький. Делает она соки много. Недавно у нее сахар поднялся, видимо, много теперь пьет овощных фруктовых соков. Ну, в общем, с соковыжималкой она начала каждый день ее использовать. Вот ей лучше. Ну, у нас не, так сказать, стратегический план такой. Умереть на ходу. Не в постели, а на ходу. Ну, чтобы этого добиваться, надо очень активно жить. Вот. Ну, недавно ответила мне человек, который хранит мои, хранит мои, точнее, как я сдал картины мои на продажу. И вот, видимо, не все продались, но я хочу, чтобы забрала Бартаниха эти картины. Пытаюсь это на расстоянии сделать. Вот сейчас листопад идет. Да, в последние дни листья падают очень быстро. Я так думаю, что недели через две очень мало будет листы. И уже кое-где она сильно опала. Прям листопад идет. Падают листья. Ну, да ладно. Тоскливо. Я даже не могу летом, когда солнце, когда тебя ветерок ласкает, когда хорошо чувствуешь разгрузку такую от того, что нету гиподинамии, нету холода, который изматывает организм, сжигает витамины. И вот летом я не мог представить, как я так выживал при минус 15 здесь. Ну, как это так при такой температуре? Ну, просто ужасно представить. Ладно, один-два дня, это понятно. Раньше я в походы ходил, но когда ты до этого уже несколько месяцев в холоде, еще тут еще минус 15, я не мог даже чай себе приготовить, потому что так все замерзло, что я не мог воды росла, ниоткуда добыть она. Везде замерзла вода, это только надо было куда-то налить ее в такую большую какую-то емкость, чтобы корку проламывать, и она до дна промерзла везде вода, все замерзло, я и снег отопил себе чай. Вот такая, и разжечь дрова было вообще невозможно, у меня мачете как раз украли эти неевропейские подростки, неевропейского происхождения. я им как раз объяснял, что это для выживания, что без нее я могу не выжить, они как раз у меня мачете украли с ограбления, полуограбления, полуаросток, на моих глазах, подбежали и утащили, причем два-три дня они пасли меня, когда я отойду, когда я отвекусь, вот такие они, вырастут хорошие граждане Франции, причем они берут пример от взрослых, я же здесь живу, почему? потому что эти взрослые вот, так сказать, устроили концлагерь открытого типа, вот, я заключен этого концлагеря, живу, сам себе, пожалуйста, как животное в лесу тут, сегодня я рассылаю такие коротенькие письма этим арендодателям, собственникам жилья, я там не разбираюсь, где через посредника, где напрямую, там, наверное, большинство через посредника, поэтому я не думаю, что у меня там получится какой-то диалог, им важно деньги содрать, они берут 100% за месяц себе вознаграждение от стоимости аренды, плюс надо заплатить вперед за месяц, ну и за месяц за текущий, получается, вот, то есть не вперед, а как бы гарантийную сумму еще за один месяц, получается три суммы, если жилье 500 евро, 400 евро, типа 1200-1500, причем очень много мошенников, которые очень хотят получить дистанционно деньги вперед и все такое, вот, вот история со штрафованием меня за безбилетный проезд в Париже, когда я был здесь, и, собственно, там и не удивляются эти, этот человек в Фейсбуке от этой парижской транспортной компании не удивился, когда я ему об этом написал, он сказал, ну тут очень распространено воровство личных данных, скорее всего, вот контролерам показали мой вот этот распечатанный документ, и, кстати, очень хорошо, что профитура мне его поменяет, потому что это будет уже другой документ, в этом есть плюс, но почему она сказала, что я должен поменять титр, досижу, ведь на жительство карточку, потому что ОФПРА в свидетельстве о рождении указала просто курсавка запятая Старопольский край, по-моему, а у них там стоит просто курсавка, хотя это одно и то же курсавка, уникальное имя, уникальное название, то есть, ну да ладно, вот, выгорелся, чуть-чуть энергию в организме разогнал, сегодня мне надо уже закончить это письмо в конце департаменталь, потому что я уже очень, уже на третий день пишу это письмо ну надо, надо, потому что иначе я ведь сам для себя все упорядочиваю и как бы открываю то, что я уже забыл и потом я это письмо возьму за основу, мне нужно будет написать жалобу в ЕСПЧ на Францию формально я могу теперь это сделать, потому что я писал в госсовет, госсовет мне отказал, причем там очень просто даже забавно получилось я не смог когда я собрался писать в госсовет я потерял способность покидать свой лагерь и отсюда я уже написал ему как сказать я не смог ему отправить письмо а которое письмо ему смог отправить я тогда уже не смог посетить библиотеку и подготовить все нормально то есть я не смог опротестовать решение госсовета потому что я пропустил срок из-за того что я потерял способность ходить о вспомнил наконец ну и все такое и кстати и справка у меня об этом есть так что интересно закручивается такой сюжет когда и этот госсовет он смошенничал я просто мне сейчас неохота вспоминать что он там смошенничал то есть если во Франции мошенничает госсовет высший орган Франции о каком ЕСПЧ говорить а ЕСПЧ политический получается как сказать политический инструмент что ли и если вдруг я буду критиковать ЕСПЧ у них в правилах написано они в праве не заниматься вообще моей жалобой все не нравится мы тебе не нравимся все иди куда хочешь к Богу иди ну я напишу потому что это будет вот последнее что я смогу сделать то есть у меня жалоба в ЕСПЧ на Австрию есть причем ЕСПЧ бы очень бы наверное желала бы сделать вид что она не получала от меня это письмо хотя я добыл такие доказательства несмотря на то что здесь во Франции мне не дали этого сделать надо мной издевались в Нанси так что я не выдержал ушел в лес и я не успел получить уведомление о вручении моего письма но я получил такие косвенные доказательства ну и так далее и здесь тоже вот то что меня держат в лесу это они не дают мне обратиться в ЕСПЧ потому что как я могу в лесу нормально подготовиться это нужно нужен компьютер нормальный ну мне придется вот на смартфоне на смартфоне на смартфоне все делать это невероятно мне было тяжело на компьютере в Нанси делать письмо жалобу на Австрию на преступление против человечности в Австрии ну во Франции это тоже будет называться абсолютно так же преступление против человечности потому что я бы назвал это даже тотальное беззаконие и уже преступление против человечности потому что в Австрии все-таки ну я не так не так долго пробыл и не так широко соприкоснулся со всеми органами власти чтобы утверждать что в Австрии тут прямо-таки тотальное беззаконие там все-таки смещают и канцлера ихнего там ну что-то есть хотя там эти правозащитники тоже как прикормыши тоже вот ну а здесь то что я вижу я вижу тотальное все-таки беззаконие когда высший орган Франции мошенничает и те вновь прибывающие прибывающие партии беженцев которые полны иллюзий на какой-то гуманность Франции когда они натыкаются на мои видео они все это отбрасывают это с ним случилось нас это менет мы другие мы хорошие мы приедем и нам тут сразу какие вы хорошие тут приехали нате вам все мы вас любим и так далее все иллюзии так сказать исполнятся вот и только когда они побломают все свои там ну части тела не знаю выступающие они тогда да обратятся ко мне и скажут а ты что получил свой статус от ЕСПЧ я им скажу а вы сначала мои видео посмотрите я заставил СНДА дать мне статус я просто его припер там тоже и адвокат был на стороне суда разводка эти все адвокаты они до определенного до определенного так сказать уровня они за клиента после этого уровня они тут же переметываются на сторону местной власти на сторону местных этих организаций потому что они не могут пойти против общей атмосферы ненависти к беженцам они не могут пойти против общества потому что все органы власти состоят из общества представителей общества и да тут есть официальная как бы ширма и есть настоящее то что за ней как собственно говоря в России потому что гибридность она кстати вот ученые они показали не знаю насколько доказали что любой человек он использует гибридную гибридную стратегию выживания то есть он и хороший и плохой все зависит от его выгоды от его просчетов и они показали что люди очень одинаковые кстати ну например да вот я недавно думал когда в евангелиях пишут что вот мол стань безумным для мира и обретешь там ну мудрость какую-то высшую вот что под этим подразумевается дело в том что люди они очень одинаковые если где-то что-то продают дешевле он купит дешевле то есть вот эта вся основа людей она очень одинаковая люди любят покрасивее других людей люди любят где бульон погуще подгребают где подешевле и так далее то есть основа людей одинаковая и только где-то на каком-то уровне вот из этих основных компонентов там уже какие-то промежуточные компоненты складываются комбинируются где-то на каком-то более высоком уровне уже какие-то другие настройки которые могут быть разные у людей но основа одинаковая вот эта животная основа одинаковая поэтому если человек человека в принципе можно им манипулировать основываясь на этих его примитивных настройках и вот что значит стань безумным просто стань не таким как все стань более сложным стань в чем-то отличным и тогда ты просто выпадешь из этой системы вот что имеется в виду но не в том смысле безумные как вот люди в психушке безумные беда беда примитивных людей которых большинство как ни крути потому что для них одни примитивы переводят священные тексты и получается билиберда а другие в эту билиберду верят не понимая смысла а смысл в том вот в чем смысл я например живу в лесу против своей воли потому что я не могу сам снять жилье я вот пишу письма им они мне отвечают ну вы знаете наше жилье вам не подходит или мошенники требуют от меня перечисления денег вперед ну то есть не могу осуществить чисто вот физически поехать куда-то посмотреть жилье я прошу кого-то посмотреть мой лагерь вот в этот день в эти 2-3 часа никого не нахожу я не еду смотреть и мне отказывают и все и что вот какая у меня настройка настройка у меня такая что есть некая истина я я высоко очень ценю эту истину эта истина она может быть разная но в целом это то как сказать вот кстати недавно я читал когда еще загорал допрос пришельца ну этот фантастический так сказать фальсификат где пришелец говорил что людям стоит отказаться от догм вот вот эти догмы то есть некие установки в людях то есть например для выживания можно все можно там обмануть можно туда сетом вот такая установка и они уже для выживания можно когда появляется догма что для выживания можно обмануть самого себя то есть когда это очень слабое существо помещают в какое-то мощное силовое поле в котором этому существу говорят а ну-ка у тебя сейчас установка можно обмануть самого себя и он начинает сам себя обманывать и он то есть просто он в него в его мозги заливается то что надо он уже не способен сопротивляться просто билиберде какой-то лжи и они просто разрушают личность животное остается душа остается а духа уже нет и вот чему я сопротивляюсь собственно говоря и так для меня как сказать духовная смерть страшнее физической и насколько много я могу пыток вынести и страданий я не знаю я тоже слабое существо тоже не всесильное вот поэтому я в лесу я бы мог наверное избежать много раз еще начиная с Польши когда я не заступился бы за детей тоже можно все прочитать как и что я там делал в Австрии когда я там не заявил на эту полицию которая меня практически обрекла на смерть когда изолировала от врача с температурой 42 и 8 по-моему ну там можно почитать у меня везде все написано и так далее много-много-много-много раз я бы мог поступить по-другому и тогда бы я не оказался здесь в лесу возможно я бы поехал в теплые куда-то места во Франции там бы пролез бы как-то там как амеба как микроб куда-то вот ну вот крупные так сказать существа через мясорубку целыми не проходят или мясорубку заедает и она разрывается или это существо перемалывается пока и меня не перемололи и мясорубка пока а функционирует я в ней застрял что будет дальше никому неизвестно скорее всего я вот просто на все не выдержу физически просто не выдержу когда у меня не будет хватать сил просто я уже не смогу ни видео записывать ни тексты никакие писать потому что у меня я должен буду беречь свои силы просто на то чтобы сохранять свой разум просто спать побольше отдыхать побольше чтобы чисто физически выдерживать эти морозы и так далее почему люди не впадают в спячку ну впал бы я в спячку до весны и все они бы не дали мне тут в спячке быть они бы меня разбудили аккумулятор уже включается ну ладно сколько успеет записаться 5 минут до часу ну записывать нечего особо вот вот грамма их спальников ну пока не холодно но потом я думаю будет ресурс организма уже пойду желтую листву сниму как я как я спячка но я буду спячкать Продолжение следует...